Переведено и озвучено каналом Аль-Иртисам. Ассаляму алейкум. Представим, что мы сейчас находимся в 19 веке в Европе, а точнее в Британии. Какой товар предлагает продавец? Как ты думаешь? Его жена. Его жена? Да. Мужчины продавали своих жен. Набери вайфселлинг, например, на сайте Хистори, и ты найдешь подтверждение этому обычаю. Продать жену было проще, чем развестись с ней, и это было мужчине выгодно, потому что он мог покрыть за счет этого некоторые долги. В архивах западной истории есть иллюстрации этого явления. Жена, раздражающая своего мужа, ворчливая, в переводе на английский означает «nagging woman». Одну из пыток, которые использовали по отношению к ней, была маска позора. Это такая железная клетка для головы, из которой торчит вовнутрь кусок, который кладется под язык, и женщина тем самым не может разговаривать и находится под этой пыткой часами. Есть такой фильм, и ты можешь посмотреть его, в котором голос раздражающей женщины называли «лаем», и то, как использовали эту маску. Также эту маску надевали на тех женщин, которые распространяли сплетни. Разного рода несправедливость проявлялась по отношению к женщине, и в наиболее худшем виде это выражалось по отношению к социально неполноценным женщинам. К чему могла прибегнуть эта женщина? Женщина могла искать справедливости между ней и мужчиной и получить свое право посредством установления истины и уничтожения лжи. Однако понятия истины и справедливости нуждаются в определении через божественное откровение, чтобы женщины и мужчины возвращались к нему, как к исходному, во время спора. А западная женщина, обращаясь к религиозным текстам, находит в них лишь то, что женщина должна научиться молчать и подчиняться всему. Ей не позволяется обучаться, а также повелевать мужчиной. Почему? Потому что она Ева, Ева, которая соблазнилась и приступила границы, и ввела в заблуждение Адама. Она является основой греха, и она стала причиной несчастья человеческого рода. Поэтому Господь, согласно этим религиозным текстам, наказывает ее посредством беременности и родов, сделав мужчину ее господином. Западная женщина прочитала в этих религиозных текстах, что она была создана ради мужчины, а мужчина не был создан ради нее. И мужчина мог продать даже свою дочь. И ссылки на эти тексты вы найдете в комментариях. Поэтому многие западные женщины не увидели в своей религии спасение от несправедливости. Хорошо. Если божественное откровение не будет для женщины опорой, которая определяет границы и объясняет ее права и обязанности, исходя из истины и справедливости, то тогда, исходя из чего, с женщиной будут поступать справедливо? Не осталось ничего, кроме тех ценностей, на которые Запад якобы опирается в разрешении проблемы, ценности свободы и равноправия. Поэтому женщина должна быть свободной и быть наравне с мужчиной. Хорошо. А что, если некоторые виды свободы и равноправия противоречат истине и справедливости? Что тогда должно определять, что есть истина и справедливость? Религия. Мы уже тебе сказали, что религия является нашим противником, а не судьей. С этого и началось революционное освобождение западной женщины. Woman Liberation, при котором ориентиром было совсем не священное писание. И, как правило, каждая тенденция представляет собой причину для следующей такой же тенденции. По причине этой революции появился феминизм, который перерос в открытое соперничество и вражду с мужчинами, которым женщины бросали вызов, как будто это была месть за долгие угнетения в прошлом. Появились феминистические лозунги, в которых говорилось о том, что мужчине никогда нельзя доверять, что женщина должна быть с ним наравне и соперничать во всем, и что женщина не должна жертвовать собой ради какого-то мужчины, и что никто не заслуживает жертвы женщины, кроме нее самой, таких же женщин. Ни у кого не должно быть власти над ней, и она ни в коем случае не должна нуждаться. Женщина не нуждается ни в брате, ни в муже, ни в детях. И возможность расходовать на себя является источником ее самоуважения. И если она кому-нибудь позволит тратить на себя, то потеряет свою честь и станет рабыней. Поэтому женщина должна быть материально независимой. Но среди всего этого звучали разумные лозунги, которые обращали внимание на то, что если ценность женщины определяется только материальным развитием, кто тогда будет заботиться о детях? И если отношения с мужьями станут полностью равными, кто тогда будет предводителем в семье? И кто будет принимать окончательное решение? Это все угрожает разрушению семьи. Дети? Семья? Пусть отправляются в ад! Вы снова хотите поработить женщину, прикрываясь этими громкими словами. Мы уже сказали вам, что никто не достоин того, чтобы женщина приносила себя в жертву, кроме нее самой, ради ее амбиций и освобождения ее сестер. Мы не позволим ничему стоять на нашем пути к требованиям справедливости. Мы угнетенные и хватит с нас несправедливости. И тем самым появились стереотипы, что эти люди и их лозунги, которыми они призывают сохранить семью, что они проявляют вражду по отношению к, в кавычках, свободной женщине, что они хотят вернуть ее в рабство и во тьму. И проблемы, касающиеся несправедливости к женщине, были вскормлены до такой степени, что стали оправдывать любые поступки. С ней долго поступали несправедливо. Ну и что с того, если она сама немного поступит несправедливо для того, чтобы получить свободу и равноправие? Это явно видно во многих заявлениях лидеров феминисток, как, например, американки Хейлен Солингер, которая сказала, «Мужское сообщество продало нам идею брака». Но теперь мы знаем, что этот институт подвел нас. И теперь мы должны его уничтожить. А также конец института брака является основным условием для освобождения женщины. Поэтому нам нужно поощрять женщин оставлять своих мужей, а не жить с ними. Необходимо полностью переписать историю в терминах проявления несправедливости и угнетения женщин. Есть много подобных заявлений представителей лидеров феминисток. Эти угнетенные, восставшие женщины, чьи действия оправданы, стали трофеями для торговцев решениями из числа политиков, крупных финансистов и пропагандистов о моральности и тех, у кого на этих женщин есть свои планы. И, кстати, они являются мужчинами. Они оседлали волну феминизма и свободы женщин. И это то, в чем признались некоторые из самих феминисток в конце пути. В одной статье, которую написала феминистка Нэнси Фрэзен в британской Guardian под названием «Как феминизм стал слугой капитализма и как его перезапустить и вернуть». Одна из известных лидеров активисток феминизма в Америке Глория Стейнер подтвердила, что она без какого-либо затруднения приняла материальную поддержку от Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки. Ее раскритиковали некоторые феминистки, обвинив в том, что она отклонилась от пути феминизма. И она дала интервью в этом видео, чтобы оправдать свои действия. Она является одним из учредителей журнала Miss Magazine и представляла образ независимой женщины, супервумен, бросившей вызов. Также она была руководителем Центра услуг независимых исследований. Заметь, независимые исследования, хотя вместе с этим они принимают поддержку от политиков. Какую пользу получили политики и капиталисты из Америки и Европы, оседлав волну феминизма и освобождения женщины? Во-первых, возникновение рабочих мест для женщин. Чтобы она самоутвердилась и добилась своей независимости, подразумевает получение налогов с половины общества, которое до этих пор работало у себя дома, не платя за это налоги. И они создают рабочие места для работниц, которым надо платить меньше, чем мужчинам. Разница в зарплате и продвижении по карьерной лестнице существует и по сегодняшний день. Эта женщина, которая будет ходить на работу, будет тратить свои деньги на всякие украшения, соперничая в красоте и показывая свой достаток, что и идет на пользу капиталистам. Во-вторых, тут налицо политика «разделяй и влавствуй». Возвеличивание индивидуальности таким образом, чтобы государства, а точнее сказать, те, кто формирует его политику, будут судьями при разногласиях этих людей. Это ослабляет требования, направленные на обуздание жадности и власти капиталистов в этом мире, в котором всего один процент людей владеет богатствами половины мира, как это приводится в статье британского издания Guardian. Книга The Mighty Walters разъяснила, как политики следуют этой тактике, чтобы делить людей на такие группы, как женщин и черных. В-третьих, соперничество между отцом и матерью, которых отвлекают от детей, что ведет к расколу семьи. Потери семьи с ее основной целью воспитания детей в том, в чем убеждены родители. И поэтому воспитателем становится школа, государство и руководители этой политики заполняют эти маленькие сердца, чем пожелают из своих предпочтений. В Америке распространился термин распад ядерной семьи. Политики извлекли пользу из этой вражды феминизма к семье. Говорит феминистка Мари Бэйн, для того, чтобы правильно воспитывать детей так, как мы хотим на равных, мы должны отобрать их, вырвать их из их семей и воспитывать в общине. И в действительности распались многие семьи и процент бездомных детей в Америке вырос до рекордного числа, как об этом сказано в докладе, который выпустил Ньюс Уик. Например, в 2013 году бездомными стали 2,5 миллиона детей. Некоторые из них убежали из своих расколотых семей. Отец работает, мать работает, или же они спорят между собой, а о мальчике или девочке никто не заботится. Или же плохо к ним относятся, поэтому они убегают из дома. И в Америке, в Министерстве юстиции есть специальный отдел по бездомным детям. Children of Runaway Youth. Среди этих детей, у которых нет приюта, очень сильно распространились наркотики и психические заболевания. И они подвергаются унижению и сексуальному насилию. Некоторые из них продают свои тела в обмен на то, чтобы получить убежище, где они могут пожить, и их количество постоянно растет. А что насчет женщины, которую политики и капиталисты использовали как орудие при осуществлении всего этого? Нашла ли она истину? Или добилась ли справедливости, к чему стремилась на самом деле? И получила ли она свободу и равноправие, о которых мечтала? Давайте посмотрим на динамику ее развития в реальности, ссылаясь на статистику самых известных и авторитетных западных интернет-изданий. Я полагаю, у мои братья и сестры, вы будете в шоке от того, что вы сегодня услышите. Но прежде чем я продолжу, я хочу заметить, что некоторые после услышанного готовы сразу же сказать, а что, у самих мусульман нет притеснения к женщине? Ты отрицаешь, что в нашем обществе есть многие истории о притеснении женщины? Я отвечу на это. А какова связь между твоим вопросом и нашей темой? Какова польза от этого сравнения? Является ли целью этих слов проведение статистического сравнения между нашим и их обществами? Или же у твоих слов есть цель оправдать ущемление мужчинам и женщин в нашем обществе? Мы полностью понимаем, что наше общество заполнено разными видами несправедливости к женщине и к другим. И в нем процветает несчастье как среди мужчин, так и женщин. Но мы оставим эту тему сейчас для участия в уничтожении этой несправедливости и предотвращения несчастья и горя. В западных странах разные государства и национальные организации предлагают свои услуги для помощи мусульманки по своему методу. Идеи феминизма были насильно навязаны обществу мусульман. Поэтому сегодняшней темой будет точное описание истории западной женщины. Для того, чтобы мы увидели, решили ли те, которые предлагают свою помощь в реальности, проблемы женщин у себя? Добились ли они справедливости для нее? Предоставили ли они ей свободу и равноправие? На самом ли деле они хотят благо для мусульманки? Что это за путь, на который они хотят, чтобы ступила нога мусульманки или все общество мусульман и каков его конец? Поэтому давайте рассмотрим эту тему полностью и не будем постоянно прерываться на то, чтобы я при каждом моменте говорил. Я хотел подтвердить, что несправедливость в наших странах не представляет собой ислам. Не думайте, что я против работы женщины во всех ее видах. Пожалуйста, не поймите меня неправильно. Давайте оставим позицию самообороны, в которую наш враг постоянно ставит нас и поможем друг другу, как мусульмане и мусульманки, братья и сестры, чтобы определить проблему и различить между настоящим ее решением и ложным, что не прибавит нам ничего, кроме горя и страдания. Западная женщина. Давайте сопроводим ее на каждой остановке. Бездомная девушка или же находящаяся в доме своей семьи, но она независима и хочет сама принимать решение. Или же у нее не хватает денег, чтобы продолжить обучение в институте. Какое решение она принимает? В странах так называемой свободы есть явление, и я побоюсь назвать эти вещи своими именами. Девушки, которые нуждаются в деньгах, продают свою часть мужчине, который намного старше них, одного возраста с их отцами. Он нанимает девушку в сексуальном плане и берет с собой в качестве сопровождения, как часть декора, и за это он платит ей деньги. То есть она работает в прайм-тайм как проститутка и остается студенткой в институте. Это интервью с одним из таких нанимателей девушек. Посмотрите на его отношение к женщине. Томми работал IT-администратором, вышел на пенсию, и у него достаточно денег, чтобы тратить 150 тысяч долларов ежегодно на этих девушек. Он говорит, что это дешевле женитьбы, и что это небольшая сумма по сравнению с той, что он получает. Когда ты заходишь в комнату, и тебя сопровождает красивая девушка, то это считается комплиментом тебе, как мужчине, потому что это подобно тому, как ты подъезжаешь на красивой машине. Этот наниматель говорит, что наслаждение несколькими девушками таким способом гораздо дешевле, чем брак, и что посещение какого-либо места с красивой девушкой подобно тому, как подъезжаешь на красивой машине. Он сравнивает женщину с машиной. Появились даже целые сайты, предоставляющие подобные услуги, а также подробная статистика зарплаты этих девушек. Вместе с этим на этих сайтах есть информация о возрасте и деятельности тех клиентов, которые их покупают, и большой процент таких клиентов состоит из руководителей больших компаний и рабочих людей. Быть может, вы почувствовали отвращение от слов этого человека, который говорит о женщинах как о сексуальном товаре, части его декора, как будто она простая вещь, а не человек. Однако, что вы скажете, если узнаете, что отношение к женщине как к вещи или товару стало нормой на Западе? В опубликованном исследовании американцев спросили о качестве, которое они больше всего ценят в мужчинах и женщинах. Что касается мужчин, то на вершине списка были честность и нрав. А что касается женщины, то больше всего американская нация ценит в женщине ее физическую привлекательность. Получается, ценность женщины заключена в ее физической привлекательности, и это приводит к такому явлению, как сексуальная объективация женщины, то есть отношение к женщине как к вещи для использования сексуальному товару. Женщина не человек, которого ценят за ее веру, нрав, честность или хотя бы за ее ум и смышленность. К исследованиям по этой теме обращались сотни раз. Есть десятки научных исследований на тему сексуальной объективации женщины. И эти исследования не говорят об этом как о мерзком явлении, как о чем-то нечеловечном или чем-то, с чем нужно воевать, а просто как о явлении, которое изучается для получения беспристрастного психоанализа. Эти исследования упоминают, что женщины стали видеть себя как сексуальный предмет для мужчин. И СМИ, а также общество и даже видеоигры закладывают фундамент видения этого. Женские тела преподносят как декор, и это приводит к излишней заботе о своем внешнем виде и траты большого количества времени перед зеркалом, что также приводит к душевным расстройствам из-за чувства позора за свое тело, body shame. Позор, потому что к ней обращаются как к сексуальному предмету, а ей это ненавистно, или же потому, что она не является привлекательной для общества, которое ценит только привлекательность. Эти исследования указывают на то, что некоторые женщины пережили душевное расстройство по этой причине. Они сравнивают себя с женщинами, которых пропагандируют и ставят в пример. И поэтому они прибегают к пластическим операциям. Они используют предметы украшения, меняют цвет волос, кожи или глаз. Представьте теперь эту свободную девушку, которая хочет самоутвердиться, которую общество видит как сексуальный товар. Они ценят ее только за ее телесную привлекательность. Представьте, чему она будет подвергаться на улицах, в общественном транспорте, институте, на работе и даже в интернете, хотя она находится дома. Агентство Европейского Союза по основным правам выпустило доклад в 2014 году под названием «Насилие против женщины каждый день и везде». Этот доклад также включает в себя сексуальное насилие, которому подвергаются девочке в детстве. Давайте поговорим об общественном транспорте. ООН два года назад выпустила доклад под названием «Подавляющее большинство женщин подвергаются домогательству или сексуальному насилию в своих ежедневных поездках». Обратите внимание на подавляющее большинство. И этот доклад начинается со слов, что эти нарушения происходят по всему миру в чудовищных масштабах. И в докладе, который подготовили несколько органов во Франции, из них Государственное министерство по правам женщины, в этом докладе говорится, что 100% женщин, пользующихся общественным транспортом, подверглись или домогательству, или сексуальному насилию. И информационное агентство Франции сообщает, что этот процент преувеличен. Вы должны понять, что разговор идет либо о 100%, либо о том, что он меньше. А что насчет девушек, которые учатся в институтах? Я помню, когда я поступил в институт в Хьюстоне, в Америке. Нам раздавали брошюрки, в которых была приведена статистика. В одной из таких брошюр утверждалось, что каждая третья студентка подвергалась домогательству, и что студентки должны остерегаться этого. А если это вдруг случилось с ними, то они должны связаться по такому-то номеру. Но положение дел, о мои братья, все ухудшается, и процент таких случаев во всем мире постоянно растет. Даже в научном сообществе, которое в социальном плане считается интеллигентным. Согласно исследованию, которое было выпущено в прошлом году, половина студенток в области медицины, в Америке, подвергается домогательствам. А в этом 2019 году больше половины студенток в Британии подвергаются нежелательным для них сексуальным провокациям. А в этом 2019 году больше половины студенток в Британии подвергаются нежелательным для них сексуальным провокациям, согласно исследованию, которое выпустила Guardian. Подчеркну, что это исследование самое крупное на тему домогательства по отношению к студенткам и студентам. Подобное отношение не уважает ни ученое звание, ни авторитет учителя. Есть случаи, когда студенты домогались докторов, преподавательниц, которые им преподают, а также случаи домогательств докторами студенток. Представьте, студентка заходит к доктору, стремясь к получению знания, а он ее домогается. Эти свободные девушки вышли из этой университетской среды после того, как были подвергнуты домогательством, или по меньшей мере половина из них. Затем они должны искать работу, которая является для женщины единственным источником независимости. Никто за нее не отвечает. Ни отец, ни брат, ни муж не могут вмешиваться в ее дела. И поэтому они также не отвечают за нее. Мы постоянно забываем об этой действительности. Говоря о западной женщине, мы говорим о ее свободе. Однако забываем, что эта свобода означает, что никто за нее не отвечает, не покрывает ее нужды, не заботится о ней и не расходует на нее. Поэтому свободная женщина должна самоутвердиться на своей работе, чтобы ее не выгнали оттуда. Ведь эта работа является источником ее безопасности. Хорошо, а что если от нее будут требовать вещи, которые не подходят для нее, как для женщины? Она не может возразить, потому что это подтверждает понятие абсолютного равенства между мужчиной и женщиной во всех отношениях. И она должна выполнять любую работу, которая приносит ей деньги. И даже может дойти до того, что для сохранения своей работы, единственного источника ее безопасности, женщине придется поступить со своей честью. Эта статья была выпущена на BBC в 2002 году под названием «Каждая четвертая женщина в Британии занимается сексом в офисе». Офис секс. Это было в 2002 году. Однако сейчас, по последним подсчетам на английском сайте SafeLine, который занимается помощью женщинам, которых домогались, стало известно, что больше половины женщин подвергаются домогательствам в местах работы, части из которых подвергаются домогательству со стороны начальника или того, у кого есть какая-либо власть над ними. Согласно проведенному в Америке исследованию, было установлено, что 58% женщин подвергаются домогательству в местах работы, а также отмечен очень высокий процент домогательств врачей-мужчин к врачам-женщинам. Также обстоят дела среди медсестер. Как об этом упоминается в американском исследовании, что больше 70% медсестер подвергаются домогательству со стороны пациентов или сотрудников. И дело дошло даже до того, что начальник-мужчина требует от сотрудника женщины, чтобы она одевалась нескромно для того, чтобы было легче продать свой товар. Большая группа официанток потребовала от американских властей вмешаться и защитить их от руководителей ресторанов, которые требуют от них открыто одеваться. И их основным лозунгом на митинге было «Я не нахожусь в меню блюд». Имеется в виду, что клиент должен приходить поесть, а не покупать официантку. И это, о мои братья, все еще не о тех женщинах, которые работают в неподобающих местах. Согласно журналу The Economist, в Германии находится примерно 400 тысяч проституток, обслуживающих 1 миллион мужчин ежедневно. Хорошо. Работающую женщину выгнали с работы по какой-то причине. Или же она убежала со своей женственностью от этой бешеной сексуальной атмосферы. Не проблема. О ней позаботится ее муж, брат, отец или те, кто за нее отвечает. На ком ответственность за нее? Ты что, забыл, что она полагается только на себя? Что она добилась равноправия и независимости и отвергла их вмешательство? Хорошо. Где тогда решение? Есть социальное обеспечение. Хорошо. А что, если социального обеспечения не будет хватать? Или будут задерживать выплаты? На это ответит статья в BBC, которая была выпущена два года назад под названием «Система социального обеспечения вынудила меня заниматься проституцией». И эта статья начинается со слов, что некоторые женщины в Британии вынуждены работать в сфере проституции по причине некомпетентности системы социального обеспечения. В BBC поговорили с представителями пяти благотворительных учреждений в Англии и выяснили, что все большее число женщин вынуждены полагаться на систему социального обеспечения. И когда женщина работает в сфере торговли собственным достоинством, она также занимает другой сектор, в котором акулы капитализма имеют часть дохода. А это казино, ночные клубы и так далее. И стоит обратить внимание на тот факт, что подавляющее число женщин, которые подвергаются домогательству и изнасилованию в общественном транспорте, в институте, на работе, они не жалуются властям. Можно предположить, что они не жалуются потому, что это доставляет им удовольствие, и то, что она подвергается домогательством или изнасилованию, является комплиментом ее женственности. Это не так. Так, подавляющее число женщин, которые подверглись этому, чувствуют сильное унижение и панические атаки, чувство позора и стыда, отвращение к себе, желание отомстить и даже могут физически заболеть. И по этим причинам они оставляют места своей учебы или работы согласно американскому управлению по делам потерпевших. Почему тогда они не жалуются? По многим причинам. Среди которых страх, что это оставит след на ее карьере, или что им не поверят, а также из-за чувства стыда и позора того, что с ней произошло, или же из-за нехватки доказательств. Насильник может напасть на нее в темном углу, или вдалеке от глаз, и нет доказательств, подтверждений, и он уйдет от наказания. И некоторые из жертв подчинялись нападавшему, потому что они боялись, что домогательство могло перерасти в насилие, или, если они откажутся подчиниться удовлетворению сексуального желания. И женщина после этого сталкивается с разрушающими последствиями, как это объясняет американский отдел по делам потерпевших. Ты можешь сказать, что истина не на ее стороне, потому что она одевается так и ведет себя так, что провоцирует мужчин. Это один из мифов, который отдел по делам жертв насилия рассматривает для оправдания насилия. Этому подвергаются все женщины. Но есть те, кто вносит свой вклад в сексуальную развращенность, а есть те, кто расплачивается за это. Это сломленная женщина, которая нуждается в психиатрическом лечении, идет лечиться, и тут до нее домогаются врачи. И по этому поводу женщины начали писать в протестах под хэштегом MeToo, лозунг, скандируя который они пытаются воодушевить некоторых женщин, поднять голоса в свою защиту и раскрыть, каким насильственным нападкам они подвергаются. Домогательством и сексуальной эксплуатацией подвергаются даже пациенты, а самих психотерапевтов и психиатров, которые по сути должны спасать их и избавлять от страданий. Хорошо, почему тогда женщина не жалуется в органы парламента, которые устанавливают законы и наказания? Хм, парламент? Согласно исследованию, которое выпустила СНН, в прошлом году домогательством подверглись даже женщины, присутствующие в самих европейских парламентах. Куда же тогда женщина может пойти? У кого укрыться? Кто ее защитит? В опубликованном исследовании рассказывается, что подавляющее число женщин в Америке объясняют, что они терпят давление для сохранения привлекательности, чтобы ее ценили, ведь ценность зависит от привлекательности. Это первоочередная причина, которая упоминается в исследовании. Это очень тяжелое уравнение. Для того, чтобы ты ощутила свою ценность и уважение к себе, ты должна быть привлекательной. Но когда ты и другие женщины становитесь привлекательными, общество поражает своим сексуальным натиском. И когда один из мужчин приступает против тебя границы, ты теряешь свое уважение и ценность. Очень важно осознать, о, мои братья и сестры, что это за отношение к женщине, когда она выходит из дома для обучения, работы, лечения, и когда мужчина протягивает к ней свои руки, чтобы развлечься и унизить ее, как будто она игрушка для сексуального развлечения, что это не является результатом случайных сексуальных фантазий. Этот мужской взгляд на нее изначально изуродован и презрен с самого детства. И оставим притязание на равноправие, взаимоуважение и подобные пропагандистские слова, у которых нет связи с реальностью. В исследовании, которое выпустило Управление по делам потерпевших, был проведен опрос среди подростков насчет принудительного секса с девушками. И 36% из них ответили, что да, если бы он был возбужден, то думает, что он не в силах был бы остановиться. 39% же из них ответили, что да, это оправдано, если на нее потрачено много денег. Он считает, что если тратит на нее деньги, на подарки или сэндвичи, то у него есть право сексуально развлечься с ней и принуждать ее к сексу. Они выразили это словами «принудительный секс приемлем». Однако, секунду, ты показываешь только сексуально-насильственную сторону, но есть же девушки и женщины, кто доволен любовным романом. Конечно, это является харамом, но они же счастливы в этих отношениях. А, счастливы! Так тебе внушили иностранные фильмы, которые полностью выдуманы. Такие же выдумки, как, например, об инопланетянах. Давайте чуть-чуть отдалимся от Голливуда и зайдем на официальные правительственные сайты Америки и Европы, чтобы посмотреть, как с женщинами обращаются их интимные партнеры, которые могут быть как мужьями, так и любовниками, не затрагивая тему домогательства и изнасилований. Например, зайдите на сайт Министерства юстиции в Америке и посмотрите. И посмотрите статистики, связанные с насилием против женщины. И почитайте насчет явления «battered woman syndrome». Что означает этот термин? «Batter» означает «долбить», «постоянно бить», «громить». «Battered woman syndrome», что таким образом означает «явление избитой женщины». Наподобие этой женщины, которая объяснила убийство бейтфренда из-за того, что она была подвергнута синдрому «battered woman». Есть большое количество таких женщин, и некоторые из них выкладывают свои фотографии. Еще раз, являются ли эти случаи отвратительного насилия исключением? Согласно официальным американским сайтам, как наподобие NKADV, «Национальный союз против домашнего насилия», каждая четвертая женщина подвергается жестокому насилию со стороны интимного партнера. И эти проценты не затрагивают того, с чем женщина сталкивается, с незнакомыми ей людьми, а также не затрагивает насилие и удары, которые не являются жестокими. От 22 до 35% женщин, посещающих отделение неотложной помощи в Соединенных Штатах, имеют симптомы, связанные с продолжающимся насилием, согласно управлению по делам потерпевших. Когда правят мышцы, нет сомнений, что мужчины победят. Поэтому в американском исследовании насчет насильственных ситуаций между партнерами, супругами или любовниками, которые привели к обращению в отделение неотложной помощи, 93% были женщины. И это насилие часто приводит к гибели. Совсем недавно во Франции люди вышли на митинги для осуждения семейного насилия. После гибели 116 женщин по самым заниженным подсчетам только в 2019 году. Французское новостное агентство сообщило, что каждая третья французская женщина умирает по причине насилия со стороны своего мужа, партнера или спутника ее жизни. А также совсем недавно французское новостное агентство сообщило о митингах, на которых протестуют против унижения женщины под заголовком «Насилие против женщины». Изнасилование женщины во Франции происходит каждые семь минут. И ты удивишься, когда узнаешь, что больше половины жертв женского домашнего насилия неоднократно обращаются за медицинской помощью шести или более раз согласно правительственным сайтам. То есть ее бьют и унижают неоднократно и периодически ее муж или спутник. Почему она не убежит? Куда убежит? В дом своего отца или брата? Ты забыл? Она изначально не знает своего отца или же знает, но он за нее не отвечает. Она свободная, независимая, равноправная с мужчиной, ни в коем случае не нуждается, самоутвердилась. В западных странах также предоставляют этой женщине «батред вумен шелтер», что означает «убежище жестоко избитой женщины», место, в котором она может укрыться, пока не восстановится от последствий ударов и не найдет способ зарабатывать на жизнь. Эта жестко избитая своим партнером женщина мечтает избавиться от любой вещи, которая напоминает ей о нем. И это капля, которая была помещена в ее матку через запретные связи. Тут появляются законы, облегчающие аборты, СМИ, которые их приукрашают и законоположения, которые их регализуют. В одной только Америке ежегодно делается примерно миллион абортов. И примерно две трети приходятся по истечении шести недель. То есть после того, как у ребенка уже есть душа. То есть это убийство. Согласно Американскому Центру контроля заболеваний, подавляющее число женщин, которые делают аборт, не замужем. То есть похоть заканчивается убийством. Вы представляете, о мои братья, что означает аборт эмбриона, у которого есть душа? Человеческая душа. Я не буду показывать вам тут фотографии, потому что они очень ужасны. Однако вам достаточно написать некоторые термины, которые я упомяну, и поискать настоящие фотографии, если ваши сердца выдержат. Из самых известных методов является то, что известно, как врач использует специальные инструменты из числа ножниц, ложек и ножей и отрезает от младенца, находящегося в животе своей матери, части одну за другой и вытаскивает его по частям. Руки, ноги, голова. Это происходит ежедневно во всем мире, в ужасном количестве. А также есть другие ужасные методы для аборта, когда женщина рожает и не желает заботиться о своем новорожденном. То у этого явления, распространенного в Европе и Америке, есть название «теплые коробки». На улицах лежат коробки, в которых женщины могут положить новорожденного, вместо того, чтобы выкинуть его в мусорку, как это делают некоторые свободные и независимые женщины. И дело дошло даже до того, что оправдываются убийства нежелательных новорожденных. Если мать не хочет его оставить, как мы это задокументировали в словах, когда Абуджахль носит лабораторный халат, и когда заживо зарытая девочка будет спрошена, за какой грех ее убили. Ее не оставляют в долине, а она умирает от рук врачей, которые носят белые лабораторные халаты в узаконенном виде. И вот эмбрион девочки, которому не дают права на выживание, дополняет историю унижения и нарушения прав. Для многих это является неизвестной стороной жизни западной свободной женщины, которая освободилась от ответственности своего отца, брата и мужа, и они полностью избавились от этой ответственности. И многие женщины и девушки стали сексуальными объектами, игрушкой в руках богатого, который снимает ее, чтобы она оплатила свое обучение. И в руках белых работорговцев и владельцев казино, баров и притонов, тех, кто ее домогается в общественном транспорте, на учебе, работе, в клиниках. И она стала своего рода сексуальной игрушкой, как для своего близкого, партнера, так и для чужого. О, мои братья и сестры, знаете ли вы, что когда я собирал материал для этой лекции, меня переполняло сострадание к западной женщине. И я все больше и больше понимал, что мир потерял из заботы и безопасности мусульман. И мы еще не говорим о восточных женщинах, в немусульманском обществе, как, например, в Китае или Японии, чья история не лучше, чем у ее западной сестры. И мы не говорим, что женщина не получает зарплату, равную зарплате мужчины, и что ее карьера не продвигается так же, как у него. Это другая тема. Кто-то может сказать, ты показываешь только темную сторону положения западной женщины, покажи теперь светлую. Светлую сторону? Какая светлая сторона может быть у женщины в этом бедственном положении, в котором позже зазвучали голоса женщин, требуя защиты после того, как ситуация стала невыносимой, и ее невозможно укрыть или умолчать о ней? Какая светлая сторона может научные открытия, которые открыли некоторые женщины, ученая степень? Какая польза этой исследовательницы или доктора, которые не преуспели в воспитании поколения, которые не оставляют унижения женщины или сексуальное бешенство в обществе? Какая польза от матери, которая занята своим исследованием, а ее сын домогается девушек или насилует их, или бьет и унижает? Какая польза будет от того, что мы высадимся на Марсе, когда нравы находятся на самом низком уровне? Модели материального успеха у женщин были обусловлены равноправием и независимостью от мужчин. Осуществила ли феминистская организация эти обещания? Разве нельзя было их осуществить, и даже больше этого, через взаимную помощь и дополнение друг друга, и через познание своих прав и обязанностей, и создание правильного духовного поколения в объятиях стабильной семьи? В статье британского издания Guardian, которое мы упоминали в начале передачи, Нэнси Фрейзер говорит слова, которые резюмируют многие критики западных феминисток. Она пишет, «Будучи феминисткой, я всегда полагала, что, борясь за освобождение женщин, я строил лучший мир, более равноправный, справедливый и свободный. Но позднее я начала беспокоиться, что идеалы, выдвинутые феминистками, служат совсем другим целям. Меня особенно беспокоит то, что наша критика сексизма теперь дает оправдание новым формам неравенства и эксплуатации. Это является результатом освобождения женщины, которая выдвинулась с полностью поломанным компасом. Ее встретили торговцы страданиями и использовали для своих целей. И она после этого не смогла добиться для себя ни права, ни справедливости, ни свободы, неравноправия. После всего этого прочитай слова своего Господа Свят Он и Велик. Мужчины являются попечителями женщин, потому что Аллах дал одним из них преимущество перед другими и потому что они расходуют из своего имущества. А также верующие мужчины и женщины являются помощниками и друзьями друг другу. Они вилят совершать одобряемое и запрещают предосудительное. Прочитай слова, когда ты видишь синдром разбитой женщины, живите с ними достойно. А также женщины имеют такие же права, как и обязанности и относиться к ним следует по-доброму. А также слова своего пророка, да благословит его Аллах и приветствует, лучший из вас считается тот, кто лучше относится к своей семье, а я лучший из вас, кто лучше относится к своей семье. И когда ты видишь сексуальную объективацию западной женщины, то прочитай слова своего Господа. И Аллах привел примером для тех, которые уверовали жену. Она не является вещью, товаром или обычным человеком, а примером для верующих, которому надо следовать. И Аллах привел примером для тех, которые уверовали жену фараона. Верующая женщина, которая вышла против фараона, который поработил людей, она является примером для женщин, чтобы они выходили против современных фараонов, которые также хотят поработить людей. Жена фараона, а после нее в аяте упоминается Марьям, дочь Амрана, женщины являются примером, которым надо следовать из-за своей веры, а не из-за своего материального обеспечения или физической привлекательности. Когда ты смотришь на тех, кто использует женщину как сексуальный товар, прочитай про гнев твоего Господа за честь верующих женщин. Его гнев на тех, кто затрагивает ее честь. Воистину, те, которые обвиняют целомудренных верующих женщин, даже не помышляющих о грехе, будут прокляты в этом мире и в последней жизни. Им уготованы великие мучения. Прочитай аят. О пророк, скажи твоим женам, твоим дочерям и женщинам верующих мужчин, чтобы они опускали на себя свои покрывала. Так их будет легче узнавать, и не подвергнут оскорблениям. Аллах прощающий, милосердный. Прочитай слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Так выбери же религиозную, да покроются твои руки пылью. Религиозную, потому что она не является сексуальным товаром, и ее не оценивают из-за ее привлекательности. А самое важное, что у нее есть, это ее религия и нрав. Когда ты видишь аборты, и как детей выбрасывают в теплые ящики, или как дети бродяжничают на улицах, прочитай слова своего пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Тот, кто является отцом троих дочерей, которым он предоставит приют, будет проявлять милость к ним, и которых будет содержать и выдаст замуж, то для него рай станет обязательным. Затем его спросили, а есть ли только две дочери? На что он ответил, мир ему, даже если только две дочери. И когда ты видишь освободившееся сексуальное бешенство, то прочитай слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Женщины являются половинками мужчин. А также после всего этого прочитай слова своего Господа. Аллах желает дать вам разъяснение, повести вас путями ваших предшественников и принять ваше покаяние, ведь Аллах знающий, мудрый. Аллах желает принять ваше покаяние, а потакающие своим страстям желают, чтобы вы сильно уклонились в сторону. Аллах желает вам облегчения, ведь человек создан слабым. Прочитай и посмотри на то, как мы нуждаемся в религии нашего Господа для того, чтобы мужчина и женщина пребывали в благоденствии. И как все человечество нуждается в том, чтобы спасти его из этой пропасти. Посмотри на тех, кто хочет вместо этого, чтобы мы повторили пример беды западной женщины в нашем обществе. И это будет темой следующей лекции с дозволения Аллаха.